В центре внимания городской администрации – борьба с самостроями. На прошлой неделе по решению суда снесли построенную на муниципальной земле гостиницу в селе Витязево. И эта работа, по поручению главы Анапы, будет продолжена. Курортному сезону необходимо навести порядок и с объектами торговли. Не только устранить все нарушения, но и заняться внешним видом. Особенно это касается тех точек, которые расположились вдоль дорог. Привести их в состояние, согласно с тем бренд-буком, который у нас есть, когда гости въезжают на территорию курорта, это сразу бросается в глаза. Как выглядят объекты, так они будут относиться к курорту. Городские коммунальные службы уже активно готовятся к началу сезона. На набережной восстанавливается тротуарное покрытие, которое пострадало от оползня. Сотрудники ремстроя красят урны и скамейки. Ведется обрезка деревьев и дополнительное озеленение улиц города. Завершила свою работу международная туристическая выставка «Анапа. Самое яркое солнце России». В ней приняло участие свыше 200 производителей продукции и оборудования для санаторно-курортной отрасли, а также санатории и здравницы. На выставке приняли участие около 230 экспонентов, в том числе 70 представителей туристической отрасли. За три дня выставку посетило 3500 человек. По итогам работы заключено свыше 170 соглашений о сотрудничестве. Грязь на дорогах, вблизи строящихся объектов, в очередной раз вызвала резкую критику главы «Анапы». Строительный мусор и земля грозят испортить облик Пионерского проспекта. В рамках подготовки к курортному сезону мы не можем с вами допустить, чтобы все, кто строится на Пионерском проспекте, там гостиницы, дома, что они стоят, чтобы они всю грязь вывозили на Пионерский проспект. У нас есть мунконтроль, загружен работой вот так. То есть снос у него, у него снос, ралет должен стоять. Вам надо объехать все стройки в радиусе Пионерского проспекта. Кто выезжает, есть ли у них пункты мойки, если нет, нам такая стройка не нужна. Кто будет сейчас мыть Пионерский проспект, кто будет подметать там все это делать. Солнце засветило, пыли, как в деревне будет. Это приоритетная задача. Если еще раз такое будет, весь мунконтроль пойдет туда и будет там убирать тогда сам этот Пионерский проспект. Понятна задача? В детском саду номер 2 «Орленок» строители перешли к монтажу фасада здания. Все работы идут по графику. В поселке Пятихатке на базе кадетской школы должен появиться новый спортзал. Деньги должны прийти из краевого бюджета. Юрий Поляков поручил в кратчайшие сроки подготовить проект и все необходимые документы. О результатах проделанной работы заместителям главы предстоит отчитаться уже на следующей неделе. Руслан Душевский, Анапа, регион.